Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Фрио, и сегодня мы обсудим нашумевшую тему за текущую неделю, а именно обсудим выход обновления 9.1. Само собой, ясное дело то, что после обновления 9.0, после старта Shadowlands, через какое-то время стартнет обновление 9.1, а следом, скорее всего, и 9.1.5, где откроется какой-либо дополнительный контент. Мы возьмем в сравнение также и старые даты, то есть исходить из столько текущих, обсуждая какой-то уровень известности или обсуждая какие-то внутренние капы на текущий момент, ну это глупо и это слишком маленький объем информации. В тот момент, когда делается прогноз даты выхода обновления следующего, нужно рассматривать и прошлые цифры. Я немножко себе задокументировал, покажу вам на текущий момент, да, то есть всю эту информацию, и что получается, давайте рассмотрим внимательно. Смотрим запуск позапрошлого дополнения, а именно запуск дополнения Legion. Запуск Legion у нас произошел 30 августа 2016 года. Обновление 7.1 стартануло 26 октября 2016 года, то есть прошло почти 2 месяца. Далее обновление 7.1.5, там уже у нас стартануло, что получается, новое рейдовое подземелье, цитадель ночи, 11 января 2017 года. Со старта дополнения Legion прошло 4,5 месяца. Внушительная цифра. Окей, идем дальше. Запуск Battle for Azeroth. Дополнение Битвы за Азерот вышло у нас 14 августа 2018 года. Обновление 8.1 стартануло 12 декабря 2018 года, то есть прошло, можно сказать, 3 месяца, без 2 дней. Бзда, Битва за Базар Алор, замечательный рейд, в который мы вместе с вами ходили с целью дропа маунта Ледяного Шквала. Этот рейд вышел 23 января 2019 года. Прошло чуть больше 4 месяцев со старта дополнения Battle for Azeroth. Ну а теперь погружаемся в текущую реальность, в текущее дополнение. Запуск Shadowlands произошел 24 ноября 2020 года. По моим подсчетам, как мне кажется, обновление 9.1 выйдет в тот момент, когда мы сделаем текущий актуальный контент. Под текущим актуальным контентом может, конечно, подразумеваться рейд, может подразумеваться что-либо другое, но мне кажется, компания Blizzard делает упор именно на уровень известности. Если мы откроем календарик, то что мы увидим? На текущий момент у нас имеется 24 уровень известности. Окей, хорошо. 20 числа мы получаем 27, 27 числа мы получаем 30, 3 числа мы получаем 33 уровень известности, 10 числа мы получаем 36 уровень известности, 17 числа мы получаем 39 уровень известности, И именно 24 февраля мы получаем последний 40 уровень известности, а также получаем замечательное звание. То есть если мы откроем награды за известность, то за 40 уровень нас ждет звание. Например, у винтиров это граф или графиня, что у других там ковенантов я в других уже видосиках рассматривал. И скорее всего обновление не выйдет именно прям в этот день. То есть в момент получения 40 уровня известности, ну пройдет может еще неделька-две. То есть мне кажется обновление 9.1 с новым каким-то сюжетным контентом выйдет 3 марта или 10 марта. 17 марта это уже такая крайняя цифра, то есть если например что-то не так пойдет при тестах, что-то будет не готово, то тогда да, окей, хорошо, середина марта. После обновления 9.1 скорее всего будет обновление 9.1.5. То есть мне кажется история просто-напросто повторится с легионом. И получаются такие цифры то, что новый рейд просто-напросто выйдет с 24 марта до 14 апреля. То есть тут все опять же зависит от того, затянут выход 9.1, будет готов рейд быстро, не будет готов рейд быстро, дадут ли текущим гильдиям дополнительные недели для того, чтобы убить например Динатрия в мифике для получения кромки. И все такое прочее. Но, то есть даже если мы рассматриваем даты с 24 марта 2021 года до 14 апреля 2021 года, то проходит со старта дополнение Shadowlands, именно с его запуска, 4-4.5 месяца. То есть если рассмотреть, что было в Легионе, что было в БФА, это точно такие же даты запуска. Точно такое же количество времени прошло до момента открытия следующего рейда. В принципе как-то так, даже немножко прыгнул выше головы и сказал еще на будущее вам насчет рейда. Хотя видосик-то только о 9.1, в котором навряд ли будет что-то новенькое, правда, кроме сюжета. Насчет полетов, по-любому некоторые люди спросят насчет этого. Я с 99% вероятностью уверен, что полетов в 9.1 не будет. А полетов не будет в 9.1 с 99% вероятностью, потому что, во-первых, прошло мало времени. Ну а во-вторых, почему 99% вероятность? Ну просто-напросто 1% на погрешность. Но навряд ли полеты будут так рано. Окей, пожалуй, это вся мысль на текущий момент. Высказал абсолютно все, рассказал абсолютно все и доказал абсолютно все. То есть все-все-все даты расписаны, рассказаны и объяснены. А это самое главное. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Если у вас есть какие-то мысли насчет выхода 9.1 и 9.1.5 с рейдовым контентом, то жду эти мысли в комментариях. До скорого!